Всем привет, ребята, слушайте с этих новостей уже, иногда, знаете, они происходят каждый день, но иногда уже просто какой-то вот... Поехали, поехали, да, едем. Туда, вот. Ну, дальше по маршруту, сейчас, как планируем. Вот. И... Иногда, знаете, вот смотришь... Я же вам в конце покажу видео, ну, охренеете, и причину произошедшего. Ну, честно сказать, смотришь иногда вот этих абу-бандитов, которые там свои видосики записывают и говорят, ага, а, что вы там, заявления пишите, там, натурявые, бля. Вот. И мне иногда хочется, знаете, сказать, ребят, поверьте мне, вот эти вот товарищи, которые беспредели, не которые ровные, которые работают, там, правоверные мусульмане, это вообще в целом ровные люди. А именно вот эти вот беспредельщики, которые при этом какими-то там прикрываются понятиями, типа понятиями, про которые они, по сути, свои понятия никакого не имеют. Они, ну, по-настоящему не сталкивались, когда тебе за действительно какое-то слово могут ухо отрезать или нос. Вот. И хочется сказать следующее, ребят, да мы бы очень хотели с вами работать, как в старые времена. Очень сильно хотели бы работать с вами, с нарушителями, как в старые времена. Когда сидит МММА-боец, блядь, который нарушает там сразу целый перечень своих религиозных убеждений, но он втюхивает свои религиозные убеждения всем. Он их навязывает, он их выставляет на показ, а потом сам их нарушает, по сути, своей деятельности. Когда вот такой боец сидит и говорит, а, что там в натуре заявы пишете? Да мне бы очень хотелось, чтобы я сидел у себя в Воронеже, спокойно занимался своими делами. А в этот момент где-то в другом городе вот такому МММА-бойцу не стали писать на него заявление, а просто возле подъезда поймали три человека и арматуру и переломали ему ноги. И закончилась МММА-карьера. И началось блогерство на около МММА, потому что ножки уже не позволяют. Вы думаете, мы бы так не хотели работать? Да хотели бы. Мало того, ребят, ресурс есть, очередь выстроиться, чтобы вот так решать вопросы. Но нельзя, на ваше счастье. Поэтому пока мы работаем в правовом поле. Ну, хорошо было бы работать, в принципе, в правовом поле, если бы все складывалось нормально, работали процессуальные все моменты, исполнительная, судебная, законодательная власть бы работала. Но она тоже работает через раз, поэтому приходится балансировать. Но поверьте мне, хотели бы мы решать вопросы, как в старые времена. Не сдюжили бы вы, поверьте мне, за полгода бы все уехали, нахер, заткнулись бы. Вот. Но, что произошло в Москве, в Подмосковье, да? Мигрант зарезал мужчину, мужчина скончался, знаете, за что? И избил его женщину, знаете, за что? За то, что собачка лаяла. Они вышли погулять, подышать воздухом, у них там была собачка, бегала, лаяла. Ну, собака гуляет, лаят, в чем проблема? Ну, мигранту это очень сильно не понравилось. Он подошел, достал нож, началась драка и так далее. К чему это я все говорю? Во-первых, сука, те люди, которые до сих пор не понимают, какая жопа у нас творится с миграционной проблемой, я с вас в шоке. Второе, второе. Вот эти хуснулята, которых продолжают завозить и показывать статистику, якобы без хуснулят нашей экономики жопа, это вообще предатели нашего народа. Поэтому я считаю, что такие люди, как хуснули, но еще куча министров просто должны быть убраны. А вот. И еще самое главное. Посмотрите на видео, что делает человек, который скончался. Мне его очень жаль, я сочувствую, соболезную в семье и так далее. Но он кинулся с открытым животом на нож. Учитесь. Учитесь драться. Учитесь обращаться с ножом. Учитесь в правовых мерах законодательства, в рамках. Учитесь правильно использовать свое законно оформленное оружие. У всех должна быть перцовка шпага с собой. У всех, везде, в машине, в кармане, у жены в сумочке, везде. Чтобы вам не приходилось, если вы не умеете драться с человеком, который держит в руках нож и так далее. Чтобы просто залили перцовочкой. Или там пионером шумовым долбанули. Много разных способов. Вы должны быть всегда готовы. Даже если вам это никогда не пригодится. Но вы должны быть готовы. И у меня вот тоже вопрос. Посмотрите на меня. Да, я сколько я там вешу? 92 килограмма. Я, в принципе, физически человек подготовленный, эмоционально подготовленный. Вот я гуляю со своим ахиллесом. Ахиллес у меня, питбуль, не голосистый. Он лавит особо не любит. Только по делу. Когда кто-то там в подъезде шнуркуется или еще что-то, он защищает квартиру. У меня там дом. Все такое. Что-то ко мне ни разу никто не подошел. Ну, ни разу ко мне не подошел. Что-то ляпнуть, предъявить там. Ну, очень редко бывали у меня случаи, когда какой-то неадекватный чел там. Пьяный там или еще что-то. Что вот так ко мне подошли. Потому что, ну, по мне видно, что, как бы, подходить даже с ножом, ну, ситуация может закончиться томно. Да? Я сейчас пуха не нагоняю. Я просто говорю, что это обыкновенная психология. Поверьте мне. Когда другой человек видит, что вы физически и волево подготовлены к каким-то ситуациям, поверьте мне, он почувствует, он дрейфанет. А пока вы, как бы, являетесь суповым набором, ссылаясь на то, что якобы, да я вот умный, я весь такой интеллектуал, а морда бить нехорошо, лучше книжка читать. Книжка читать очень важно, ребят, нужно читать книги как можно больше, дискутировать с кем-то обязательно по поводу этих книг. Но и все физические навыки, присущие мужчине, у вас обязательно должны быть. Женщинам, своим, сестрам, маме, бабушке, всем. Шпага везде должна быть. Баллончик, шпага, на Валдересе, пожалуйста, их куча. Я не знаю, производители шпаги мне уже должны процент, мне кажется. Уже, ну, серьезно. Вот. В доле. В доле. Я рекомендую, причем я не в доле ни хера, но я рекомендую, потому что проверенная вещь, струйный баллон бьет на полтора красный. Бьет на полтора метра. Хорошо бьет, проверенно бьет. Вот. Поэтому умейте, пользуйтесь, учитесь. Но, опять же, шпага не решает всех проблем. Поэтому будьте готовы всесторонне. Ну, а то, что произошло, смотрите, вот в Москве. Он уже арестован, насколько я понял, там уже люди взялись. Мы не подключаемся к вопросу. У нас еще там два сложных дела на рассмотрение. С Челябинска и с Ростова. Поэтому по Москве там уже правоохранители, нормальная работа. Нужна будет помощь, там семье будем оказывать. Но, в целом, вот такая тенденция. Она очень плохая и очень жаль. Еще раз соболезную, конечно. Но, ребят, учитесь, учитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова